Всем привет! Обещал видео о матери Терезе, но видео еще готовлю. А пока решил поговорить об одной теме, споры о которой слышал уже неоднократно. Тема это молитва прославления в католической церкви. Выглядит она примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok От такого непонимания, что это такое, до пены изо рта и криков о сатанизме и богохульстве. Слышал доводы против, мол, не было никогда такого в католической церкви. Типа это гонка за современностью, попытка привлечения новых членов в церковь. Так вот, было такое в церкви всегда. Да, не вопрос, не было зафиксировано документально. Но опыт пения славы Господу был как в 19 веке, так и в средние века и в первые века христианства. Пожалуй, да, это было не так массово, но отдельные случаи нам известны. Недаром об этом пишут святые и учителя церкви. Наверное, не везде это позволялось. Наверное, в некоторых храмах это было запрещено. Но все меняется. Когда-то не было органов в храмах, и их появление тоже было встречено неоднозначно. Восточная церковь до сих пор не приемлет использование музыкальных инструментов в храмах. Но и хор был в церкви не всегда. И его появление тоже было встречено неоднозначно. Взять, например, Кондак. Кондак вошел в практику восточной церкви только к 6 веку. Чтобы было поменьше вопросов, сразу приведу несколько примеров. Можно вспомнить и Мириан, сестру Моисея, и Давида с его псалмами. Говорит о прославлении и апостол Павел в послании к эфесянам. Но нам более интересны времена уже христианства. Например, испанская монахиня Игирия, которой довелось побывать в Иерусалиме, а это 6 век нашей эры, описывает вот что. Она описывает молитвы прославления как до, так и после литургии. Люди в ожидании собираются перед воротами храма. Далее зацитирую. Пока они ждут, поются гимны и антифоны. После каждого гимна или антифона читается молитва. Литургия заканчивается привычным для нас благословением. После благословения, снова зацитирую, все монахини идут в святилище и до самого утра поют псалмы и антифоны. Ближе к 13 веку появляется целый подвид христианской музыки под названием лауды-спиритуалы. В народе назывались не просто лаудами. Сочинялись преимущественно самым обычным народом и из-за этого, соответственно, были местами грубоватые, местами очень простенькие, но зато легко запоминались. И, соответственно, были очень популярными. Исполнялись они во время торжественных мероприятий, разных процессий, там, крестных ходов, вплоть до того, что даже на застольях исполнялись. Но по большей части характер этих лауд был именно характером прославления. К сегодняшнему дню известно около 200 средневековых сборников лауд. Одна из самых известных принадлежит Перу Святого Франциска. Это песнь о солнце. Но на самом деле примеров средневекового прославления можно насобирать целую массу. Это есть у многих авторов, это вспоминают многие святые в своих книгах, в своих откровениях. Но тему признания молитвы прославления в церкви на официальном уровне начали поднимать только в начале 20 века. На Втором Ватиканском соборе в 60-х был поднят вопрос о харизмах. А уже через два года, не побоюсь этого слова, началась целая эпоха обновления в Святом Духе. Это харизматическое движение в католической церкви, которое на сегодняшний день объединяет, ну, миллионов сто человек. В 74-м были составлены малинские документы, которые по большому счету обосновывают с богословской точки зрения новое движение. И затрагивали они в том числе и молитву прославления. Теперь пару слов о том, почему молитву прославления не воспринимают. Не воспринимают ее по большому счету из-за того, что это что-то новое. А как правило, что-то новое не всегда воспринимается легко. Всегда найдется тот консерватор, который заявит, что все это туфта и оно нам не нужно. Ну и всегда найдутся противники, в этом случае, например, католической церкви. Ну, это понятно, кто там. Православные протестанты, которые будут тыкать всеми отличиями между католиками и ими с целью показать, что это неправильно и так далее. Это ж можно примеров массу напридумывать. Протестанты говорят, у нас не было крестовых походов, поэтому мы лучше. Православные говорят, у нас нет лавок, поэтому мы все стоим в церкви, отдаем уважение Богу. Ну, таких примеров можно там миллион напридумывать и так далее. Перечислять их особо не вижу смысла. Думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Собственно, в этом-то и заключается сама идея, почему молитву прославления не принимают. Ну, на этом у меня все. Если возникли какие-то у вас вопросы, пишите в комментариях. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!